Вопросы по стабилизации цен на социально значимые продукты, в частности на овощи и фрукты, обсудили в общественной палате ДНР. В совещании, которое проходило в режиме онлайн, приняли участие парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, а также активисты народного контроля. К поводам для обсуждения вопроса ценообразования на овощи и фрукты послужил недавний необоснованный рост цен на картофель. Корнеплод относится к перечню социально значимых продуктов, а значит и предельно максимальная надбавка на него, согласно специальному документу, не должна превышать 25%. К сожалению, проконтролировать предельно максимальную надбавку не предоставлялось возможным. Почему? Потому что субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность на рынках, они в основном находятся на упрощенной, либо на патентной системе налогообложения. Согласно закону о налоговой системе, подразумевается, что данные субъекты хозяйствования, они могут не хранить, не предоставлять документы о происхождении товаров. Мы считаем, что данную коллизию нужно устранить. По мнению чиновников, стабилизировать цены на овощи и фрукты поможет принятое в текущие месяцы решение о снижении в республике ввозной таможенной пошлины. Мы понимаем, что наши предприниматели, они занимаются формированием бюджета, они развивают экономику нашей республики, но в нашем государстве во главе и угла стоит человек. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы перечень социально значимых товаров был доступен для каждой семьи. Также участниками совещания было предложено разработать государственные программы по поддержке местных производителей сельхозпродукции.